Уважаемые председатели, уважаемые организаторы конференции, спасибо за возможность выступить на этой замечательной секции и поговорить о том, о чем редко говорят, о тромбоцитах, как о участниках иммунного процесса, в том числе иммунного процесса, существенно связанного с опухолью. Тромбоциты – клетки, которые мы не привыкли включать в число иммунных клеток. И традиционно закрепленные за ними характеристики – это участие в процессах гемостаза, который мы все знаем, это контроль состояния клеточной стенки, о котором мы обычно тоже говорим, но не говорим о нюансах этого процесса, и, наконец, их участие в процессах воспаления. Все это вроде бы имеет отношение к опухолям, но до последнего времени, в общем, лежало в каком-то другом поле и мало интересовало тех, кто занимался изучением развития опухолевого процесса, его прогрессии и так далее. В то же время тромбоциты оказались чрезвычайно интересными клетками, о которых мне сегодня не удастся рассказать подробно, но клетками, которые по своей биологии проявляют массу интересных характеристик, которых мы от них не ждем. И вот понимание этих новых характеристик дало совершенно новые представления, новые прорывы об участии тромбоцитов в воспалительных процессах совершенно разного типа, и в том числе невоспалительных вроде бы процессах, таких как нейритогенерация, онкологические процессы и так далее. Так вот, известная связь тромбоцитов с состоянием опухолевой стенки, которая известна всем клиницистам, мы все знаем, что определить дисфункцию тромбоцитов можно просто, сложив кожу пробой щепка, и показать, что вот есть такая несостоятельность капиллярных стенок, это очень древний такой метод определения. Так вот, этот синдром оказался связан с глубинными характеристиками тромбоцитов, а именно возможности регуляции проникновения через сосудистую стенку всех клеточных компонентов крови. И в случае какой-то тромбоцитарной дисфункции малейшее повреждение приводит к выходу эритроцитов из сосудистой стенки, тогда как в нормальных условиях тромбоциты контролируют пересекание вот этого эндотелиального барьера всеми клетками иммунной системы, и более того, не только иммунной системы, а в том числе и клетками опухоли, когда те оказываются в сосудистом русле. Вот такая характеристика тромбоцитов в настоящее время вставит их в центр проблем, связанных с сохранением эндотелиального барьера, и делает их важными участниками патогенеза массы заболеваний, в том числе и вот тут только одно из них – опухоли, но тем не менее значение для опухоли и тромбоцитов – это очень серьезная проблема, о которых мы сегодня поговорим. Но прежде, поскольку только что мы слушали доклад и секция наша просвещена вопросам онкоиммунологии, то сначала мне бы хотелось несколько слайдов о том, как тромбоциты связаны с иммунными процессами. То, что тромбоциты связаны с защитными иммунными процессами, ярче всего демонстрируются на примерах заболеваний тяжелых, когда иммунная функция страдает в существенной степени. И вот связь тромбоцитов с септическими процессами, с тяжелой инфекцией очевидна. И на большом примере, по числе клинических примеров, показано, что тромбоцитопения при сепсисе, при тяжелом воспалении напрямую связана с патогенезом, с прогнозом, и количество тромбоцитов является фактором эссенциальным для развития этих процессов. Но не только бактериальные тяжелые инфекции, связанные с тромбоцитами, и огромное количество вирусных заболеваний демонстрируют яркую корреляцию. Причем ВИЧ – это только один из примеров, когда активация вирусной инфекции приводит к существенному падению количества тромбоцитов. На самом деле это характерно и для большого количества других типов вирусов. В настоящее время не вызывает сомнений, что тромбоциты обладают большинством характеристик клеток врожденного иммунитета. Они могут взаимодействовать напрямую с микроорганизмами. У них есть для этого все рецепторные возможности. На следующем слайде я это покажу. Арестовывая микроорганизмы, тромбоциты удерживают их в своей открытой канальцевой системе и в дальнейшем, вступая в контакт с макрофагами, особенно куперовскими клетками, вот это как раз тот центр, где происходит передача микроорганизмов, которые попали в циркуляцию и захвачены тромбоцитом клетками иммунной системы. Они подключают куперовские клетки к эллиминации этих микроорганизмов, регулируют состояние и куперовских клеток, и макрофагов, и моноцитов других типов, очень активно работают с нейтрофилами, причем тромбоциты в случае активации могут включать вот эту систему нетоза, то есть образование сетей ловушек, и способны влиять на созревание дендритных клеток и далее модулировать развитие последующих адаптивных иммунных реакций. Для осуществления всех этих функций тромбоциты оснащены огромным количеством рецепторов, которые мы традиционно связываем с характеристиками клеток вырожденной иммунной системы, в том числе у них есть регуляторные рецепторы, такие как рецепторы к фцефрагментам иммуноглобулинов, широкий спектр рецептов комплименту, и, кроме того, существенное количество тромбоцитарных рецепторов способны напрямую связывать вирусы, удерживать их, и в результате мы видим очень широкий тип клеток иммунной системы, клеток крови, эндотелия, в том числе T и B лимфоциты, которые напрямую могут связываться и взаимодействовать с тромбоцитами. Для чего нужны эти взаимодействия, и, собственно, что тромбоциты имеют, кроме адгезионных взаимодействий, для того, чтобы взаимодействовать с клетками опухоли и иммунной системы? Ну, прежде всего, тромбоциты обладают огромным протеомом. В настоящее время точно фиксировано больше тысячи белков, из них 300-350 – это секреторных белков. Белки эти, и не только белковые молекулы, они регуляторные, имеют три основных источника. Первый – это источник, это они получают от мегакариоцитов в процессе развития. Второе – это поглощение из сыворотки. И надо сказать, что не только белки, например, серотонин тромбоцитарный, который составляет 90% всего серотонина в организме, это серотонин, захваченный от клеток опут системы в желудочно-кишечном тракте. И, наконец, тромбоциты, несмотря на то, что это безъядерные клетки, могут синтезировать дново большое количество белка на основании своего большого количества РНК с плосеосом, который присутствует в этих клетках. При этом передавать эти белки и регуляторные факторы тромбоциты могут как за счет секреции, так и за счет погружения их в микрочастицы. И в микрочастицах большое количество регуляторных молекул передается окружающим клеткам, в том числе и опухолевым клеткам. Тромбоциты имеют три типа гранул, из которых плотные гранулы лизосомы не слишком многочисленны, хотя факторы, которые в них содержатся, крайне важны, но суть тромбоцитов составляют альфа-гранулы. Крайне многочисленные, и характер белков, которые в них присутствуют, просто поражает. Здесь перечислены, причем не полностью, основные белковые группы регуляторных факторов, которые содержатся в альфа-гранулах. При этом мы видим, что в одной и той же грануле могут содержаться факторы, которые модулируют процесс со знаком плюс и минус, например, про- и антиангиогенные факторы. И совершенно очевидно, что тромбоциты выделяют их в разных условиях, по-разному. И вот как это происходит из одного типа гранул, одним типом клеток, это до сих пор большая проблема. Тем не менее, все свидетельствует о том, что это именно так. Кроме того, что тромбоциты распоряжаются своим белковым компартментом, они способны к передаче напрямую широкого спектра транскрипционных факторов, в том числе и в сторону моноцитов-макрофагов и опухолевых клеток, которые используются в микробизикулах. И, наконец, тромбоциты являются важнейшими модуляторами процесса апоптоза и выживания клеток. И вот этот, согласитесь, тоже интересный сам по себе факт. Их способность влиять на пролиферацию, но, к сожалению, нет возможности рассказать об этом подробнее. Все это приводит к тому, что тромбоциты являются не только активными участниками иммунных реакций, но и напрямую влияют на процесс восстановления тканей. И это уже очень близко нас подводит к тому слайду, который мы только что видели в предыдущем докладе, на том, что как иммунная клетка может влиять на процессы поддержания опухоли, так и тромбоциты наверняка должны иметь место в этом процессе. Как же тромбоциты влияют на развитие опухолевых процессов? В принципе, эта связь давно известная. Впервые показано еще в конце XIX века Труссо, известный феномен Труссо о развитии тромбоцитических осложнений у онкологических больных. Тоже, к сожалению, не могу на этом останавливаться. Так вот, для взаимодействия с тромбоцитами, с опухолевыми клетками, тромбоциты тоже имеют широкий репертуар рецепторов, позволяющих им закрепляться на опухолевых клетках, моделировать и свою собственную активность в плане и агрегации, и секреции, и активность опухолевых клеток. Надо сказать, что процесс связывания тромбоцитов с опухолевыми клетками – это процесс центральный для метастазирования опухолевых клеток. И способность тромбоцитов создавать агрегаты с опухолевыми клетками, способность тромбоцитов именно за счет селектинов, как оказалось, блокировать опухолевые клетки, существенно влияет на их поведение в циркуляции и на способность развивать метастатические поражения. Здесь представлены результаты экспериментов на графиках, проведённые с клеточными культурами на животных, но точно такие же закономерности по блокированию метастазирования, показанные в настоящее время и для человека. То есть все те же самые процессы работают. И оказалось, что в момент попадания опухолевых клеток в циркуляцию наблюдается резкое уменьшение количества тромбоцитов в циркуляции, и чем больше падает количество тромбоцитов, тем больше способность опухолевых клеток к метастазированию. То есть это напрямую связанные процессы. Что же именно происходит с опухолевыми клетками в момент закрепления на ней тромбоцитов? Надо сказать, что по времени это является самым ранним событием при попадании опухолевой клетки в циркуляцию. И само по себе попадание опухолевой клетки в циркуляцию, если это не эксперимент, а реальный опухолевый процесс, он связан уже с так называемым переходом эндотелиально-мезонсхемальной транзиции. И сама по себе эта транзиция уже связана с активацией тромбоцитов, поскольку тромбоциты, как выяснилось, это те превратники, которые открывают эндотелиальные ворота до клеток любых типов в любом направлении. И в настоящее время известны ключевые молекулы, которые за это ответственны, а это молекулы АТФ и связанные с ними рецепторы пуринергические. И вот именно это взаимодействие открывает и раздвигает эндотели, и в дальнейшем опухолевая клетка, просовываясь в просвет сосуда, начинает взаимодействовать с тромбоцитами, и это взаимодействие приводит к индукции тромбоцитарного фактора роста бета. И следствием этих взаимодействий опухолевой клетки с тромбоцитами становится за счет TGF-бета блокирование активности НК клеток. И показано, что если вводить в циркуляцию опухолевые клетки мышам, делитированным по НК клеткам, то количество тромбоцитов не имеет значения. И наоборот, если убрать тромбоциты, то активность НК клеток тоже не имеет значения. То есть это такой совместный фактор, который существенно влияет на выживание опухолевых клеток в циркуляции. Существенные значения для развития метастатических ниш отводятся клеткам иммунной системы, в том числе моноситам, макрофагам и нейтрофилам. Много публикаций, посвященных именно этому. Так вот, оказалось, что привлечение нейтрофилов к созданию опухолевых ниш – это напрямую функция тромбоцитов. И именно тромбоциты выделяют те химокины, которые привлекают нейтрофилы. И именно тромбоцитарные возможности определяют количество возникающих метастатических ниш в эксперименте. Таким образом, тромбоциты определяют поведение опухолевых клеток в циркуляции. Они же существенно влияют на дальнейшее состояние метастатической ниши, определяя возможности ангиогенеза и характеристики этих метастатических ниш. Ещё одна важная особенность взаимодействия тромбоцитов с опухолевыми клетками связана с экспрессией MHC-1 тромбоцитами, которая сама по себе может модулировать активность взаимодействия иммунных клеток и тромбоцитов. Анализ многочисленной литературы по связи тромбоцитов и развитию опухолевого процесса показал, что практически все исследованные факторы тромбоцитов связаны с гематогенным метастазированием и активно его поддерживают. Кроме того, есть определённые тромбоцитарные эффекты на развитие первичных опухолей. Что касается метастазов, например, анализ факторов, влияющих на развитие костных метастазов у больных раком молочной железы и простаты, показал, что три решающих фактора – это мегакариоциты, это тромбоциты и адренергетическая нервная система. Вот блокирование этих трёх факторов может предотвратить развитие костных метастазов у пациентов. Влияние тромбоцитов на микроокружение опухоли тоже очевидно и тоже может быть очень многогранным. Я не буду подробно останавливаться на этой картинке. И видите, тут могут быть самые сложные взаимодействия, тоже нет смысла это всё анализировать. Но на примере первичного рака печени я хочу показать, что тромбоциты, которые очень плотно по своим физиологическим функциям связаны именно с функцией печени, с функцией куперовских клеток, оказались важнейшим фактором, которые обеспечивают развитие первичного рака печени и блокирование активации тромбоцитов способствует блокированию попадания токсических Т-лимфоцитов в печень и развитие там различных факторов, которые влияют на развитие этого рака. То есть воздействие на тромбоциты или изучение их функциональных состояний может давать массу информации или совершенно новые, немалоразвитые до настоящего времени моменты терапевтического воздействия на опухоли. Причём есть методы достаточно простые, которые клиницисты могут использовать в практике сегодняшнего, со вчерашнего дня. А именно те параметры, которые даёт просто клинический анализ крови, а именно состояние среднего объёма тромбоцитов, поскольку объём тромбоцитов напрямую связан с состоянием их активации. И показано, что изменение объёма тромбоцитов при онкологических заболеваниях не только может давать состояние прогноза, но и определять исход, например, химиотерапии для разных типов опухолей. Далее, в настоящее время развиваются возможности терапии опухолей за счёт генетической модификации тромбоцитов, за счёт трансфекции генов мегакариоциты и получения новых генноинженерных продуктов, например, трайл-экспрессии, которая обеспечивает процессы апоптоза. И, наконец, поскольку тромбоциты работают как губки и сорбируют огромное количество ДНК и РНК материалов, в том числе из опухолевых клеток, и в первую очередь нас интересуют сейчас из опухолевых клеток, то развиваются новые системы детекции рака за счёт анализа опухолевой ДНК и РНК именно в тромбоцитах. Это гораздо более перспективная среда, чем сывороточная среда. Таким образом, тромбоциты – чайный интересный объект для изучения, и такие простые воздействия на тромбоциты, как воздействия антитромботическими агентами от аспирина, моноклональных антител разных типов и регуляторов, куринергических рецепторов и так далее, могут принести существенные изменения в контроль над метастазированием, в частности гематогенным метастазированием различных опухолей. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Наталья Борисовна, большое спасибо за очень интересный и открывающий много доклада. И хотелось бы спросить, как клиницист, мы знаем много средств, чтобы снизить содержание тромбоцитов, особенно у онкологических пациентов, мы часто видим тромбоцитозы в большей или меньшей степени выраженности. Однако такой тромбоцитоз, скажем, 600-800 тысяч тромбоцитов, это не ведет обычно ни к назначению каких-либо лекарственных средств, потому что клинически значимо считается больше 1000 на 10-9 на литр. Как, по-вашему, имеет ли смысл развивать какие-то методы, ну, например, методы эфирентной терапии, где мы можем специально удалить необходимое количество тромбоцитов, сколько хотим, по сути, да? Есть ли это какое-то практическое применение, и если есть, то как это будет влиять на иммунологию в дальнейшем? Спасибо, спасибо большое за вопрос и так далее. Что касается методов эфирентной терапии, они вряд ли нам сгодятся, потому что тромбоциты – очень короткоживущие клетки. И активность мегакариоцитов находится под контролем тромбопоэтина, который, в свою очередь, синтезируется под действием опухолевых цитокинов. И здесь надолго мы не можем заблокировать это факторами эфирентной терапии. Но вообще воздействие на тромбоциты и вот в том диапазоне клеток, как вы сказали, решающим является не их количество, а состояние их активации. И вот контроль над их активацией, аспирином и другими факторами может быть очень важным. Но здесь, как во всем, есть масса нюансов. Например, такие антидромботические агенты, как клопидогрель, фактор, который связывается с пуринергическим рецептором P2Y12, вот он может быть очень хорош всегда, кроме опухолей мозга, потому что глия обладает экспрессией, микроглия обладает экспрессией этого же рецептора и включается в процесс закрытия гематоэнцефалического барьера при любом его повреждении. И на фоне такой терапии этот процесс может не работать. То есть любой тип опухоли, любой тип метастазирования требует определенной проработки этого процесса. Мы должны хорошо понимать, что мы делаем, какая мишень, какие есть возможности метастазирования, куда, где и как, и что, собственно, мы хотим заблокировать. То есть вот спектр материала, который мы анализируем при назначении терапии или при построении дизайна каких-то исследователей, исследований тромбоциты должны быть включены как факторы, которые не могут быть не учитаны, учитываемы вообще. А пока мы в нашей области в онкоиммунологии прекрасно без них обходились. И, вероятно, это время должно закончиться. Спасибо.